Музыка Экологическая обстановка в городе, это ни для кого не секрет, вызывает очень серьезное беспокойство. Безусловно, необходима объективная информация по поводу того, как обстоят дела с нашей городской экологией. Но я считаю, что эти решения, они не могут быть приняты импульсивно, и в этой связи это серьезная и очень, будем говорить, кропотливая работа, которая должна быть проведена. Я думаю, что общественная палата, которая создана у нас в городе буквально некоторое время назад, как раз и должна заняться данным вопросом. Как раз это новый орган, общественный орган, который представляет интересы горожан. Этот орган как раз мог бы рассмотреть данную тему и взять ее как одну из основных для своей работы. Хочу сказать, что в последнее время экологическая ситуация в городе обострилась в связи с аварийной, я бы сказал так, ситуацией, которая сложилась на Енисейском целлюлезо-бумажном комбинате. Там произошло самопроизвольное возгорание древесных отходов. 10 числа я был там. Могу сказать, что ничего не предпринято собственникам предприятия, точнее говоря, управляющим, конкурсным управляющим, который ответственен за положение дела на предприятии. Несмотря на то, что 4 числа, 4 декабря, то есть более месяца назад, по результатам городской комиссии, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, были сформулированы достаточно жесткие требования по наведению порядка на собственной территории. Видимо, нам придется вмешиваться в эту ситуацию и самим за собственника принимать соответствующие решения. Эта ситуация, которая сегодня связана с заводом ЦБК, очень сильно беспокоит, в первую очередь, администрацию города и жителей города Красноярска, в первую очередь, Ленинского района. Скажу о том, что в диспетчерскую службу 205 начали поступать звонки осенью, октябрь месяц, сентябрь, по неприятному запаху, по отлеющему запаху именно с района ЦБК. Эти звонки начали усиливаться, и администрация города создала рабочую группу, в которую вошли отдел по охране окружающей среды Департамента городского хозяйства, надзорные органы, выехали на место. И было определено, что место складирования древесных отходов на территории ЦБК является тем негативом, который сегодня засоряет атмосферный воздух. После чего главой города дано было указание собрать и провести совещание по комиссии черчайной ситуации пожарной безопасности. Мы его проводили, на котором четко поставлена задача и претензии выставлены непосредственно владельцу ЦБК о том, что принимал меры по именно локализации данного участка. Проведены надзорные мероприятия в отношении природопользователя, возбуждены административные дела, находятся они все в судах, соответственно, выставлены определенные требования по устранению тех нарушений, которые были выявлены. Но учитывая, что данный природопользователь игнорирует выполнение возложенных на него обязанностей, было принято решение совместно с администрацией города Красноярска принять меры по локализации. Для того, чтобы принять эти меры по локализации, необходимо введение определенного чрезвычайной ситуации. То есть решение должно быть на КЧС. Когда будет принято решение на КЧС о введении чрезвычайной ситуации, будет принято решение, каким способом и за какие средства проводить мероприятия по локализации и устранению данного возгорания. Субтитры создавал DimaTorzok